Я до сих пор еще в шоке, я уже минут 10 смотрю на этого коня, я до сих пор в шоке. Все пожелания были учтены, и причем очень быстро схвачены, на ходу, на лето абсолютно. Вот вам рыбалочка моя, вот моя квартирка, вот моя машинка, я вот здесь живу. Ворону снимать нужно, да, и начинать как-то как-то. Как вы доверили мне свои миллионы? Вам не страшно было отправлять мне миллионы? На мой счет отправляли миллионы, была доверенность. Столько много черных риэлторов, Наташка, а ты приедешь, а там кто-то в твоей квартире живет, да тебе документы не дадут, да ты вообще. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Хочу вас познакомить с нашим, хотел сказать, клиентом, но это уже больше, чем клиент. Мы, во-первых, зовут девушку Наталья, мы с Натальей купили две квартиры. Две квартиры купили с Натальей, она у нас из Казахстана, и причем квартиру мы покупали дистанционно. Две квартиры дистанционно, вторичная недвижимость, представляете себе, насколько это как бы непросто, да. Сейчас хочу у Натальи спросить, довольна ли она вообще выбором, да, довольна ли она работой нашего агентства недвижимости. Но сначала, смотрите, какую красоту Наталья нам привезла. Я до сих пор еще в шоке, я уже минут 10 смотрю на этого коня, я до сих пор в шоке. Спасибо вам огромное, спасибо, что довезли из Казахстана, это дорогого стоит на самом деле. Это конь. Он очень тяжелый, очень тяжелый. Этот конь вообще, я его подарила компании, именно этой компании, хочу, чтобы ребята эти процветали, потому что, ну, реально, ребята хорошие, работа проделана колоссальная, грамотная. В общем-то, все сделано было четко. И хочу, чтобы этот конь жил здесь и приносил этой компании только удачи и процветания. Спасибо, спасибо. Пусть живет здесь. Этот конь займет свое почетное место. Да, почетное место. Где-то здесь в нашем кабинете я обязательно выделю ему место, спасибо огромное. Очень рада, что вам понравилось. Очень понравилось. Еще на секундочку, друзья, Наталья у нас, наверное, можно об этом сказать, да, нумеровок. То есть вы представляете, насколько у человека все продумано, просчитано, да, по жизни, там, ежечасно, ежеминутно. И, тем не менее, да, мы, все-таки получилось у нас, да, в конечном итоге решить ее вопрос, повторяю, да, дистанционно, вторичная недвижимость. Вы довольны выбором квартир? Паша, честно говоря, я очень довольна. Я вообще работой вашей довольна. Хочу вот отметить, да, что все пожелания были учтены, причем очень быстро схвачены, на ходу, на лету абсолютно. Буквально показали одну квартиру, говорю, нет, и все, тут же переключились, поняли то, что нужно. Это очень радует. И я не знаю города, я честно, я, ребят, честно говорю, я не была в Воронеже никогда. То есть вы просто доверились? Я вообще не была в Воронеже. Я чисто вот, ну, доверилась своим цифрам, да, просчитала город, он мне подходит, моим внукам подходит, дочери подходит, все идеально, да. В общем-то, поняла, что именно процветание будет идти, у моей семьи будет идти здесь процветание. И видела город только по видео. Я рассматривала Краснодар, рассматривала Воронеж. Я сначала краснодарские ролики посмотрела, потом увидела ваш ролик. В общем-то, мне очень понравилось, Павел, как вы преподносите все. Это очень было просто, то есть никакого пафоса. Очень понравилось, что не прячетесь на виду, то есть вот вам рыбалочка моя, вот моя квартирка, вот моя машинка, я бы здесь живу. Ну, как-то это все не то, чтобы подкупает, да, именно вызывает доверие, что человек, да, не прячется, он не скрывается, он не носит маску, он вот он какой есть, такой и есть. Как начинал свой жизненный путь именно в Воронеже тоже, мне это очень понравилось. И я себя где-то тоже в этом увидела, думаю, ну да, понятно, что корону снимать нужно, да, и начинать как-то, как-то. И, в общем-то, конечно, вот именно как преподнесена была информация, меня это тоже очень расположило к вам на самом деле. И город я не видела, и когда вот мы начали выбирать квартиру, я плавала, да, я поняла, что как-то Коминтерновский, в общем-то, про левый берег не рассматривала, потому что, ну, что-то тоже много всякого разного говорят, и все только слухи, то есть все по слухам, все это. И Коминтерновский, думаю, он так большой райончик, думаю, ну, как-то я склонялась сюда, центр не рассматривала, потому что я переживала, что цены высокие будут, ну, в общем-то, смотрели больше вот край города, да. Ну, и, в общем-то, все очень понравилось. Я районом в результате очень довольна. 8 марта мы только вот прилетели сюда, и все изучаем, вот позавчера ходили, весь вечер гуляли, я просто в восторге. Настолько вот прочувствовали, что мне нужно, и что вот мне подойдет, я правда вот довольна. Квартиры шикарные, квартиры хорошие, пацаны по-хорошему взяли, даже вот посоветовали мастеров, да, по ремонту. Работают ребята тоже очень такие добросовестные, хорошие, аккуратные. Спасибо большое, что идет ремонт в квартирах, в общем-то, мы довольны. Ну, в общем-то, да, все пожелания были учтены, то, что детские сады, школы, что все это было рядышком, ну, реально, все рядышком. Обе квартиры мы подобрали, да, вот именно в районе, в любом районе города, да, у нас есть какие-то окраины, да, а какие-то более такие центровые места, такие районы с более развитой инфраструктурой. Это в любом районе города так же, независимо от того, центральный район, левобережный, северный район. Вот здесь мы постарались как раз-таки, да, максимально угодить, да, и действовали по всем вот вашим пожеланиям. Я надеюсь, у нас это получилось. Да, еще Леночке сказала, говорю, я из Алматы, мне, говорю, нужно, чтобы зелень была, была зелень. Она все-все поняла, ну, насколько я удивлена была, что тут лесополосатая, красивая, тут сквер прям, ну, шикарно, сосны во дворах стоят. Ну, то есть, меня все это прям убило на повал, очень понравилось все. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните в 8-920-22-99-356. Расскажем об условиях сотрудничества. Наталья, такой вопрос. Вы сказали, что рассматривали и Воронеж, и Краснодар. Так почему все-таки остановились на Воронеже именно? Сейчас расскажу. Ну, так. Потому что я знаю, что много ваших земляков в Краснодаре едут. Много. Меня, вы знаете, у нас как раз в то время, когда я все это рассматривала, опять пришла аномальная жара в Алматы. И, в общем-то, я увидела по детям, что они не очень-то любят жару. В этих памперсах ходят бедные по квартире, задыхаются. И как-то поймала себя на том, мы это жару не особо-то любим. Потому что вот в Алмате мы выходим вечером на улицу, либо рано утром пытаемся решить какие-то там дела, да, сбегать пораньше, либо попозже. И, ну, к чему вот этот весь день выбрасывать для того, чтобы просто пересидеть эту жару. Ну, и еще, когда я ролики смотрела в Краснодаре, девушка тоже записывала, говорит, ой, странно стоит дом, и нету, вот в той квартире нету кондиционера. Думаю, ага, это значит, нам без кондиционера, по сути, не выжить. Ну, и как-то вот поняла, что там реально очень жарко. И мы вот, в общем-то... То есть близость моря особо как бы не сыграла никакой такой роли? Нет, не сыграла, нет, нет. Потому что все-таки мы опять-таки Воронеж, в чем я рассматриваю. А тут очень много учебных заведений. Мне очень важно, чтобы дети пошли учиться, нормально никуда-то их отправлять, а чтобы они все-таки находились дома и получали образование. Для нас это немаловажно. Потом в Краснодаре проблематично с детскими садами. Там все перегружено, все переполнено. Многие до сих пор детей не могут устроить в садике. Ну, только если брать вот станицы, да, в станицах там вроде с этим попроще. А если рассматривать город, то сложно. Ну, плюс пробки, плюс загазованность. То, что летом очень много едут на моря, и все через Краснодар. И, в общем-то, мало того, что такая духота, и плюс еще вот эта загазованность. Ну, не Камильфо, конечно, однозначно. И вы в конечном итоге остановились на Воронеже. Тем более тут, ну, тут родственников особо нет. Одна родственница есть у нас. И она мне очень так охотно снимала ролики, едет в автобусе. То есть это, опять-таки, не какой-то накрученный ролик. Она вот в автобусе, в окошечко снимает его. И я все вижу. Она говорит, Наташ, тут такие дороги широкие. Ну, прям русский размах. Ну, это, конечно, порадовало, что, в общем-то, очень развитый город, и развитие идет прям семейными шагами. Это очень приятно. И вот я сейчас больше скажу, когда мы приехали сюда. Кстати, город стоит очень прекрасно. Я говорю, в Москву мы только в аэропорту вот вышли. И люди сразу шикарно попались. Я говорю, я ни одной сумки не подняла. Мы еще кошек везли, двое малышей с нами, да, то есть сумки, рюкзаки и все прочее. Только необходимое мы с собой взяли. И вот там... Только необходимое. Нет, это приехало вчера. Это вчера приехала с машиной. Ну, и, в общем-то, там встретили очень нас хорошо. Сразу и такси, пожалуйста, цены умеренные. Я ни одной сумки здесь не подняла. Вот я вам честно скажу. Кроме того, даже таксисту, Виктор вез. Мы о цене очень хорошо договорились. Цена приемлемая была. Наталья с Москвы на такси ехала сюда в Воронеж. Да. Сколько по времени-то? Мы ехали в 7 часов, но с остановками мы кушать выходили, подышать, постоять. Вот, в общем-то, погода менялась всякая разная. Это у Пурга прям буря была. И сколько по рингам вышло? За 11 тысяч мы с ним договорились. Но мы ехали двое взрослых и двое малышей. Мы весь салон заняли. Плюс у нас багаж. Сумки, коляска, там, ну, в общем-то, все битком. Машина была битком. И вот, и он привез прям до подъезда. Сумки поднял. Мне еще, говорит, у вас же еды нет. Пошли в пятерочку. Мы сели в машину, доехали на пятерочке. Все купили. Я пока выбираю все там в пакетике сложил. Ну, все, я рассчиталась. Он мне опять домой все это занес. Мы, естественно, его ужином накормили. И, в общем-то, он ушел в машину переночевать. Потому что он был уставший. Мы всю дорогу переживали, что вот он вот-вот уснет за рулем. Мы там развлекали, как могли. Ну, и, в общем-то, утром я говорю, ну, вы хоть зайдите, Виктор, чаю попейте. Ну, в машине вот он переспал, все. И он пришел такой счастливый, доволен. Нам тюльпаны принес, торт, шашлык. Ну, в общем, праздник продолжился, да. И я говорю, доча, смотри, какие, говорю, приветливые люди здесь. Кто сказал, что какие-то тут злыдни, да, могут быть. В общем, очень понравилось. То есть где-то вы читали, где-то вы слышали, что... В основном слышали. Я не люблю читать, в общем-то, я люблю живые беседы, да. Поэтому, в общем-то, это все на слуху. То, что говорили, вот, там, злые люди, все прочее. Но мы со злыми людьми, ну, может быть, парочку мы за все это время пока здесь встретили. Ну, и то, может быть, просто без настроения человек был. Я не могу сказать, что он прям внутри такой злой, да. Мало ли, какая ситуация у человека, это складывается в жизни. Вот, а так все очень порадовало. Все, все нравится. И вот мы, когда въехали днем уже, а ночью заехали, не ночью, мы в 7-8 вечера заехали. Ехали 7 часов с Москвы. Заехали в город, все сверкает, все горит. Проспекты широкие, красиво. И, говорю, я даже не заметила, что я где-то в другом городе, да. То есть я вот из Алматы заехала сюда, и я не поняла, что тут что-то вот не так, что-то несовершенно. Да, то есть так же все красиво. Все чистенько, все горит, все освещается. Такие же магазины, такие же, говорю, торговые центры. Это был мой вопрос, как раз-таки первое впечатление о городе. Нет, что современный, что он развитый, это все вот прям вот зелень. Вот хоть и еще он такой вот город зимний, да, еще застывший весь, уснувший, но уже видно, сколько деревьев, сколько зелени. Мне, в общем-то, очень порадовало. Я даже своим сразу, вы знаете, я не заметила, что я в Воронеже. Мне как будто бы я вот просто в какой-то район другой немножко в Алматы переехала, и все, я даже не ощутила этого. Ну, что вот это какой-то, там, как говорят, ой, в России там города, типа какие-то вот они немножко отсталые, там некрасивые. Очень красивый город, рекомендую. Пусть говорят, пусть говорят. Ребята, честное слово, пусть говорят все что угодно. И мне тоже, ой, что ты в Россию едешь, да там не так, как вот у нас. Все так, как у нас, в принципе. Все так же, говорю, ничем абсолютно. Нет никакой отсталости, вот честно могу сказать, никакой отсталости нет. В магазинах, ребята, все очень приветливые. Приходите еще, хотите бонусную карточку, пожалуйста, здравствуйте, до свидания. Кто говорил, что там гавкают, лают, в МФЦ тоже так, в МФЦ. Тоже так же, все очень приветливые. Я там еще написала неправильно улицу. Все очень выдержано, девочки. Ну, давайте вы тогда завтра придете. Я говорю, хорошо, я приду завтра. Они там натренированы. Да, мой косяк, в принципе, да, я понимаю, что это, ну, это все понятно, что переписывать, это долго. И я спокойно согласилась приехать завтра. То есть никто мне не сказал, там, дура, тупая, там, неправильно написала или еще что-то. То есть, ну, все очень-очень вежливо. Ничего не могу сказать, Паша, плохо вообще. С какими сложностями, наверняка, они какие-то сложности были. С чем пришлось столкнуться, вот с какими именно сложностями пришлось столкнуться при переезде? Все-таки перепереживались с другой стороны. Да, это нелегко, это очень непросто, да, принять для себя такое решение, когда большинство времени, да, прожив в одной стране, свой какой-то уклад, знакомые, друзья, близкие. И вдруг, вот, в одночасье все поменять, да, переехать. Я же номеролог. Я прочту, ну, вот, ребята, есть, в общем-то, такие моменты, ну, немножко о своей работе расскажу, да. Есть такие, в общем-то, моменты, когда человеку прямо уже суждено, да, вот, менять что-то в жизни. То есть он должен это почувствовать? Ну, почувствовать, ну, я это все просчитываю, да, то есть я себя тоже просчитала. Почему я говорила, мне в том году надо срочно купить квартиры, срочно, потому что я понимала, именно финансовый рост у меня идет в том году, заложить деньги мне нужно именно в том году. Агентство, наверное, наше тоже просчитало. Да, наверное, вот, и, в общем-то, я говорю, и то, что вот этот год у меня, ну, 9, да, если кто-то вот сталкивался с этим, это год завершения, да, то есть поэтому именно на этом этапе, еще 5 год у кого, если выпадает, он очень легко дает сделать какие-то перемены в жизни. Поэтому у меня эти перемены произошли, ну, очень легко, то есть у меня вся жизнь вот там, она подошла к логическому завершению, то есть я все свои хвосты, все свои дела, все доделала там и уже перешла, как говорится, я откинула то, что мне не нужно. Морально, физически вы были готовы уже к этому? Конечно, конечно, тем более, вот, опять-таки, был очень мощный коридор затмений вот летом, да, и буквально через неделю у меня, как у моста, заклинило все, надо ехать, хотя я вообще не собиралась. Вот честно, я говорю, я приняла решение буквально за неделю-две, что нужно переезжать. Мы в пятнадцатом году собирались переезжать, ну, немножко не сложилось по семейным обстоятельствам, и мы как-то эту идейку-то вот, а теперь мы притормозили, да, но опять-таки, раз мы переезжаем всей семьей, у дочери была программа заложена, именно вот еще прожить там, и кое-какие дела завершить, в частности, родить детишек, вот, и все, когда уже, и эта программа у нее выполнена, мы теперь уже спокойно собрались, и она легко к этому вот, ну, о детях вообще ничего говорить. Да, легко, спокойно отпустили. Да, да, очень легко, и поэтому, когда человек, вот, мало того, что морально готов, и плюс еще, как говорится, звезды планеты сопутствуют, да, оно очень легко. Я даже в самолете летела, когда, а, дочь, кстати, что сказала, говорит, мам, такое ощущение, что я еду домой. Вот, понимаете, вот насколько вот подготовлен человек, да, морально. А человек здесь еще ни разу не был. Ни разу не был, ни я не была, ни она не была. И вот такое ощущение, что я, говорит, еду домой. И мы летим в самолете, говорю, господи, пошли нам помощь, как мы эти сумки все тащить будем? Две кошки в этих боксах, два малыша, говорю, сумки. И вот настолько меня только это волновало, что не хватает рук. Просто вот этот момент. И он как-то вот сам собой, вот все решилось, само собой. Мы взяли эту тележку, все туда сложили, ребенка посадили сверху, вторую у нас в коляске, и вот мы вышли подышать на улицу. И тут раз, 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 и все, и ребята быстренько все организовали, и никаких вопросов, даже этот вопрос у меня отпал. Поэтому сказать, что со сложностями мы столкнулись, нет, не столкнулись. Потому что все-таки, когда продумываешь переезд, да, мне тоже вот подруги говорят, ну, как ты так все просчитала, там, лучше какого-то там мужика, у тебя такая стратегия, такой типа план. Ну, реально, когда настраиваешься, нужно каждый шаг свой просчитывать. Смотри, да, на что ты тянешь, чего не тянешь. Ну, как-то нужно немножко быть готовым, да, к этому ко всему, себя подготовить. Подготовить, конечно, к трудностям. Хоть их особых и не было, но сейчас есть какие-то моменты, да, но это все, это я не считаю это трудностями. Это просто бытовуха, где приходится немножко притереться, где-то к чему-то перестроиться, даже элементарно сняла квартиру. Мы сейчас снимаем квартиру, потому что в наших квартирах еще не закончен ремонт. К тому же затеян ремонт. Да, у меня ремонт уже с января месяца идет, вот, поэтому все тоже с ребятами дистанционно, все показываем, все рассказываем, как, что там, розетки рисуем, все это, спасибо WhatsApp'у. Сейчас все это очень легко. Квартиры также, вот, буквально, Леночка снимает видео, я все смотрю, а вот сюда, вот сюда, вот кусочек, вот тут вот, вот все это решаемо абсолютно. И вот в плане доверия мне, как ты доверилась? Вот не знаю, как. Как вы доверили мне свои миллионы? Вам не страшно было отправлять мне миллионы? На мой счет отправляли миллионы. Да. Была доверенность. Ну, были какие-то опасения? Только не говорите, что я нумеролог, и поэтому... Нет, 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 опасения. Вообще, честно говоря, я, наверное, доверилась себе. Вот как-то вот, не знаю, мне, конечно, многие говорят, сейчас столько много черных риэлторов. Наташка, а ты приедешь, а там кто-то в твоей квартире живет. Да тебе документы не дадут, да ты вообще, ты как ребенок, ты кому веришь? Ты как так вот взяла какому-то дяде, доверила деньги? Ну вот доверила, не знаю почему. Кстати, я же вот вас смотрела и еще позвонила в агентство. Очень порадовали цену ребят, потому что в другом агентстве мне за одну квартиру 60 тысяч говорили. Вот, у вас на тот момент 30 было. В общем-то, я 60 тысяч за две квартиры отдала. Вот, так что еще и цены хорошие. Мало того, что люди порядочные, еще и цены. Адекватные. И там в тех агентствах даже особо со мной не разговаривали. Ну, как-то, во-первых, совсем молодые парни, да, вот звонили. Доверие, честно говоря, не вызвали. Вот, и я, конечно, и как-то вот плавали. Вот плавают, конкретных ответов мне не дают. Я задаю вопрос, у меня конкретного ответа нет. Сейчас узнаю, я вам перезвоню. Вот это настораживает. Потому что, когда человек знает свою работу, он четко отвечает на все поставленные вопросы. Нету никаких сомнений. И вот как-то... Да, тем более, если сделка дистанционная, да, то есть очень важно понять друг друга, да, очень важно понять клиенту и специалисту, да, очень важно понять друг друга, что человек хочет от своей новой квартиры. Это, на самом деле, не очень просто, да, но это возможно. Это возможно. Вот на примере Натальи, да, могу сказать, что это возможно. Слава тебе, Господи, у нас вроде бы получилось, да. Все получилось, все отлично. Я еще подгоняла их, и Лене тоже. Лен, ну что там, где там, где там мои квартиры, где там что? Наталья, терпение. Она так, Наталья, терпение. Кстати, вот насчет терпения, мне его не хватало. Я даже вам отправляла какие-то объявления, да, какие-то там, я же еще в этот санк подписалась, да, вот они мне постоянно какие-то там ссылки отправляют, обновления отправляют. И я, о, квартира, Лена, вот это посмотри, вот это посмотри, засыпаю ее какими-то объявлениями. Не верьте всем этим объявлениям, потому что очень много липы, очень много висит тех объявлений, которые квартира уже продана, они просто как заманка. Я ей не поверила. Одному объявлению беру, сама туда звоню. И мне там девушка начинает предлагать, там за 4800 была квартира, прям все уже с евроремонтом, красавица, прям куколка. Ой, вы знаете, этой квартиры уже нет, мы ее буквально вчера продали, но я вам могу предложить вот за 5300. Ну, то есть, вот, я же говорю, она как утка, вот эта квартирка висит, она там вроде такая приятная цена. Цель поймать ваш звонок. Да, цель меня поймать, да. И вот это я тоже, этот момент, другие квартиры тоже. Опять я говорю, ой, Лена, смотри, какая квартира хорошая. Наталья, она мне вот такую отправляет, тут ручку. Пожалуйста, пожалуйста, район отвратительный. Ну, то есть, да, когда человек живет здесь, он понимает, какой район хороший, какой нехороший. Я вроде квартиру нашла, но там страшный частный сектор рядом, да, стоит, и тут же какие-то новостройки. Ну, и, естественно, район уже неприглядный, да, вот он не очень приятный для проживания. Да, квартира может быть с очень хорошей отделкой, с ремонтом, с хорошим, заезжай, живи, но она может, она может находиться в таком месте, где как бы не нужна такая квартира. Да, да. Она просто не нужна. Потому что ты будешь сидеть в этой квартире вроде красиво, а выйдешь на улицу и заплачешь, то есть, ну, это я тоже не боялась. И пойдешь опять в свою квартиру. И сядешь и будешь даже на стены любоваться, да, тут все-таки, и вот таких моментов было много. Ну, не то, что много, я пару, пару раз, может быть, три раза, да, я вот это скинула, она такая, так, Наталья, терпение, Наталья, терпение, я ищу. И вот ребятам, конечно, большое вот спасибо за терпение, действительно, что где-то нужно было притормозить, потому что цены, когда вот сильно поднимались, потом чуть-чуть вроде как немножко на спад, и мы в этот момент тоже успели, да. В общем, я доверилась целиком, полностью, я ей говорю, все, я доверяю, полностью доверяю, не мешаюсь. В общем-то, самое главное, еще и не мешать специалистам, чтобы они нормально все проработали, потому что мы можем подогнать, подопнуть и не в свою пользу. Ну, поэтому я все-таки набралась терпения, мне это было очень сложно. Да, спешка тут, но не нужна, вопрос серьезный. Мне было сложно набраться терпения, но я его набралась и прям выждала. Вот вторую квартиру нам прям почти месяц, да, пришлось подождать. И я опять пихаю, нам до 30 января нужно обязательно ее купить. Ну, и все, мы это тоже сделали. То есть, вот в тот год, когда мне это все нужно было сделать, я это все сделала. Вот, и вы, конечно, помогли. Спасибо вам огромное. Планируете переезд в Воронеж? Воспользуйтесь услугами нашей компании. Покупать недвижимость с нами выгодно и безопасно. Заполняйте анкету-заявку под этим видео. Наталья, вы пока не очень долго находитесь в нашем городе, но, тем не менее, хочу задать вам такой вопрос. Можете ли вы, вот, по прошествии вот этих нескольких дней еще пока, да, проживания в Воронеже, можете ли вы его уже сейчас, может быть, посоветовать, да, своим землякам, как город для своей новой жизни? Естественно, могу посоветовать, я уже всем посоветовала. Вы не разочаровались совершенно? Нет, я не разочаровалась, мне все очень понравилось. И, кстати, такси с Казахстаном сравнивать нормально такси. То, что там говорили, дорого, недорого, цены меня тоже порадовали, ребят. Ну, в плане того, что, в общем, изобилие всего, вот, просто вот все, что хотите есть, выбирайте магазин, какой вам нужен, и вот все, все, что хотите. Рядом с домом у меня шикарная пятерочка. Я зашла, и у меня глаза разбежались. Даже не все я в Алма-Ате, например, это находила, что я нахожу здесь. Цены можно выбирать, какие хотите, и разные магазины, и скидочные купоны, карточки. Везде дают, в каждом магазине у меня уже их кипа. Эти карточки прям, вам надо? Да, надо, конечно. Тут же и журнальчик мне прям, вот, первый же день, она прям и журнальчик там где-то из-под кассы мне достала. Вот, пожалуйста, вот только приходите. Ну, очень вежливо. И по ценовой политике порадовало все. Ну, может быть, кто-то из Казахстана, из маленьких городков, кто приезжает, там цены пониже, конечно. Там вот Тарас, например, взять, да, какие-то Казаларда. Вот, ну, отдаленные города, конечно, они ощутят, может быть, и разницу где-то, потому что у них там все дешевле. Но мы приехали из Столицы, из Южной Столицы, у нас там тоже все дорого. Поэтому здесь я не ощутила какой-то разница, даже много дешевле, чем у нас там. Вот, и нас это не испугало абсолютно. Вот, а по поводу того, что климат, вот, вообще климат очень хороший, да, и ветерок. Вот, в Алма-Ате, кто живет, ветра нет вообще. Здесь ветер радует. Ну, все равно, когда город продувается, это очень хорошо в любых отношениях. Ну, вот, даже по движению энергии, то есть застоя нет, все движется, все живет. И, в общем-то, были пыли, грязи. Город не грязный, город очень чистый. И, кстати, вот этот таксист, который нас привез, он с Нижнего Новгорода. Он говорит, а почему я раньше в Воронеже не был? Мы заехали, вот, вечером, он говорит, ну, нифига, какой город хороший, красивый. Говорит, давай перебирайся. В общем, я теперь всех сюда агитирую, потому что, ну, реально, город хороший. Полтора миллиона народу, да, сейчас уже, по-моему. Нет, 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 миллионную, миллионную 60, наверное, где-то вот так. Нет, кто-то сказал, что уже под полтора миллиона, может быть, с приезжими как-то вот дотягивает. Ну, в общем-то, городок очень серьезный, очень серьезный, хороший. Перспективный, самозванно перспективный, да, много. Работы очень много. Как бы, вот, знаете, расценки, вот, заработать тоже реально, да, ну, я девочкам скажу про маникюр. Допустим, там, если в Алма-Ате мы делаем маникюр 4-5 тысяч, да, гель-маникюр. Здесь мы его делаем за 9 тысяч тенге, это вот если по-казахстанским тенге, то есть два раза дороже. Но, соответственно, и люди, значит, зарабатывают здесь больше. То есть они готовы платить вот такие деньги? Конечно, первое время может быть сложно, я всегда говорю, я почему фуру пригнала с острым материалом, не со всем прочим, и мне, да, ты тут купишь. Я говорю, я пока трачу казахские деньги, ребята, я заработала казахские деньги, и я трачу именно их. Когда я буду зарабатывать российские, конечно, для меня будет несложно уже тратить их по-российски. Поэтому здесь, когда начнете работать, ну, месяц-два нужно, конечно, денежки, пока вот там гражданство получится и все прочее, месяц-два нужно, конечно, поставить деньги, да, оставить деньги на прожитье. А дальше уже, когда пойдете работать и будете зарабатывать, в принципе, нет страшного ничего. Абсолютно это все нормально, и никакой нищеты нету, не верьте. Вообще люди одеты красиво, хорошо, в магазинах покупают хорошие продукты, даже мы бывают, ой, давай вот это вот что-то посмотрим, вот это. Люди подходят и нормально гребут, то, что им нужно, то есть то, что нравится. Мало кто там по скидкам, в общем-то, смотрит, это я тоже заметила. Качество продуктов успели оценить? Да, качество продуктов. Молоко, мясо, может быть, вкусовый. Мясо мы еще не кушали, в общем-то, мясо не кушали. Вот тут рядышком есть, я вам сейчас покажу, есть хороший магазинчик. Да, уже мне тоже рассказали, люди, кстати, все, да и даже не страшно, Паш, вот где квартиру снимаем, мужчина, он выходит такой, так, вы ходили уже туда-туда, на птичий рынок ходили, вот сюда ходили, вот там вот это дешевле, вот это там дешевле, молоко и рыбу вот там берите, а вот это вот там берите. Дочка вышла вечером в магазин тоже, бабулька идет, там так ей говорит, а не подскажете, где здесь магазин продуктовый, там молока купить, то есть, ой, доченька, вот туда-вот туда иди, хочешь, я тебя провожу. А она когда посмотрела, говорит, там метров, говорит, 500 идти, а бабулька была готова ее довезти до магазина, о, у вас кто куда поведет, вот, и она говорит, нет, нет, я, говорит, сама уже дойду, она говорит, я просто, говорит, обалдела от вот этой вежливости. Ну, то есть, вот такие моменты, ну, не знаю, может, мы таких людей притягиваем, да, как бы хороших, но люди реально хорошие, я плохих еще не видела, так что не бойтесь, никто тут не кусается, никто на кого не лает, это точно. Так, еще что, вот, по, а, вещи тоже, я обратила внимание, по вещам, по констоварам, тоже хоть там и Китай у нас рядом, да, все, ну, тоже папочки, все такая же цена, как у нас, тоже очень порадовало, там ручки какие-то, папочки, вот я уже покупала, детские игрушки, это все, вот как в магазинах у нас, и вот даже вот на базаре, вот такие цены тоже есть. В общем-то, нужно выбирать, ну, все нужно смотреть, по продуктам молоко мы уже вот попили, так, соки хорошие, это вот мы детям все берем, да, продукты все, в принципе, хлеб какой хочешь, но мы хлеба мало едим, поэтому хлеба, в принципе, изобилие огромной сладости тоже, да, о чем говорить, господи. Вы сейчас еще будете в казахстанский магазинчик похаживать, который находится рядышком здесь, да, оказывается, рядом есть, будем хотеть наши продукты тоже покупать, потому что у нас, макарошки, макарошки, султан, я уже ребятам порекомендовала, говорю, очень-очень хороший, твердый соктап шеницы, шикарные макароны, мы, говорю, по ним, конечно, будем скучать, брали мы уже здесь, но тут, они тут кушают итальянские, ребята, макароны, то есть могут себе позволить, у нас итальянские дороговатые, и наши в основном едят султан, вот мы их любим, вот эти макароны, и цена доступной, качество хорошие, итальянские, я не спорю, конечно, хорошие, но они кусачие, получается, ну, в общем-то, все радует, вот все радует. Ну, дай бог, дай бог. Да, единственное, что вот, ну, коммунальный, конечно, да, немножко выше, ребят, чем у нас, но опять-таки у нас в разных регионах разные цены на коммунальные, да, у кого стоят уже теплощетчики, вот, ну, сейчас обязали, вроде бы, всех уже КСК поставить тепловые счетчики, но если тепловых счетчиков у кого нет, то, в принципе, здесь платим так же, как там, без счетчика, вот, а когда стоят счетчики, то, конечно, уже экономим, Ну, я думаю, здесь тоже до этого дела дойдет, все-таки, если будут ставить тепловые счетчики, будет очень шикарно, в общем-то, квартиры, даже старые дома, планировки очень хорошие, вот, я обратила внимание, что даже... Ну, как в старых, у вас не... Нет, не про нас же, речь не про нас же идет, ну, вот, которые вот мы снимали до этого квартиры, я так понимаю, там повозрослее, вот, на Хальзунова, Чешко-то, и тоже планировка хорошая, ну, в общем-то, даже взрослые дома, они с хорошей планировкой прям идут, тоже неплохая планировочка, очень хорошая, вот, в подъездах чисто, везде в подъездах чисто, вот, сколько я уже домов обошла, везде чистенько, во дворах везде детские площадки, хорошие, красивые площадочки, ну, все, у нас во дворе вообще все есть, и парикмахерская, и вот тебе и аптека, и магазинчиков целая куча, и тут же здоровые магазины, в общем-то, все шикарно, я вообще рада, очень рада, молодцы, молодцы, ребятки. Наталья, спасибо вам большое, большое вам спасибо и за подарок, и самое главное, большое спасибо за доверие, да, что доверились, доверие один из самых главных вопросов, да, в жизни каждого человека, квартирный вопрос, он действительно является одним из самых главных вопросов, и вы его доверили два раза нашей компании, очень приятно, что мы вас не подвели, что качественно оказали услугу, да, выбрали то, что действительно то, что вы хотели, еще раз спасибо вам большое за доверие. Да, потому что, знаете, это очень актуально, когда я вроде продавать квартиры начала, как же я куплю, вот этот вопрос у меня, естественно, стоял, вот, как я куплю, и вот про это дистанционно я как-то вот просто услышала вот у вас видео, да, что можно так, и я начала все это вот мозговать, ну, как же так, во-первых, да, уехать, посмотреть даже город элементарно, я с работы не могла уйти, ну, потому что, я понимаю, если я уйду, там меня на месяц, на два никто, кстати, ребята, еще такой вот нюанс, если вы соберетесь ехать сюда, допустим, покупать квартиру, здесь оформляется квартира гораздо дольше, в общем-то, ну, где-то недели три занимает, да, оформление, пока проверка документов, пока, в общем, ну, как бы рассчитываете, если приедете без поиска, только на одно оформление, где-то месяц, и, опять-таки, очень удобно, ты своими делами занимаешься, тут твоя квартира оформляется, ты не теряешь время, ты там работаешь, зарабатываешь деньги, тут же у тебя квартира уже оформляется, это не так быстро, как у нас за один день, пришел в нотариус, там, в ЦОН раз-раз тебе написали, выписали, ты тут же регистрацию получил, через два дня, и все, и на следующий день, здесь все гораздо дольше, поэтому к этому будьте готовы, агентство в этом плане доверяет, ну, и плюс вот с вот этим вот сейчас пандемией, выехать нельзя, вылететь нельзя, вылетел, застрял, потом не вернулся домой, в общем-то, надолго это все может зависнуть, и вот ребята в помощь, это вообще просто палочка-выручалочка в этом отношении, вот, может быть, раньше бы это было бы и проще, никому бы в голову не пришло, там, что-то дистанционно делать, но у меня реально началась паника, как я куплю, я понимаю, что деньги держать не надо, но продал и купил, потому что, ну, это... На деньгах нельзя сидеть. Палка до двух концах, либо пан, либо пропала, либо ты, как бы, что-то заработаешь, либо ты вообще все потеряешь, поэтому здесь нужно очень быстро, я такого мнения, что с недвижимостью нужно быстро поступать, как бы я не рискую в эти моменты, и вот здесь, конечно, говорю, очень четко нужно было все, потому что пока билеты купишь, пока ты найдешь 10 пожить, ну, в общем-то, здесь, пожалуйста, доверяйтесь, умнички, не прячутся, вот уже второй офис открыли, поздравляю, кстати, вас. Третий. А, уже третий, уже третий офис, молодцы, ну, это о чем-то говорит, это же не о чем, это обо всем говорит, то, что все-таки компания растет, и люди есть, спрос есть, и доверие есть, это самое главное, поэтому, вот, доверяйтесь и не бойтесь, все очень хорошо, я доверилась и не пожалела, без них я, я без вас не знаю, что бы я делала, вот, реально, я бы ничего, наверное, не купила, потому что приехать сюда и где-то бегать, рыскать районы не знаешь, города не знаешь, ничего не знаешь, и плюс еще сколько этих подводных камней, кто-то вписанный, кто-то не выписанный, кто-то там где-то в тюрьме сидит, кто-то там кому-то что-то отписал, то, и тоже с этим очень сложно, да, проверить квартиру, вот, и до, я даже, когда с племянницей разговаривала, она говорит, ну, Наташа, если даже найдешь, надо, чтобы агентство проверило квартиру, потому что самому проверить, ну, это просто нереально, каждую бумажку нужно там по неделе ждать, чтобы там вытащить, там вытащить, поэтому в любом случае агентство сделает все правильно, так, как нужно, мы тем более, как, ну, в другой стране, да, живем, многого не знаем, что здесь происходит, они уже все свои подводные камни знают, и, естественно, их обойдут грамотно, вот, так что вот этот нюанс тоже немаловажен, потому что можно купить квартиру с такими хвостами, что потом не разгребешь, так что молодцы. Наталья, спасибо вам большое, спасибо, очень много приятных слов, очень много. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо, захаживайте к нам на чаек, вы теперь здесь рядышком, забегайте, ремонт закончите, переедете. К нам забегайте, на новоселье приглашаю обязательно. Ждем. С удовольствием, с удовольствием. Ждем на новоселье, где-то, ну, у нас как, казахское гостеприимство, наш салон, как говорится. Да, обязательно пригласим, да, что посмотрите наши ремонты уже, уже с нашим, говорится, вот, не знаю, как сказать, с нашим интерьером, да, как мы по-своему, да, принесем здесь какую-то вот частичку, да, свое какое-то, свое видение жилья, и уже с удовольствием вас пригласим, да, нашими ясами накормим. Ну, в общем, так что ждем, да, быстрее закончим наши ремонты, и уже будет все хорошо. Кстати, ремонты тоже ребята делают качественно, как вот у нас там, я говорю, а может, у сбека в загоне? Я говорю, да, либо что, потом за ними все переделать, то есть здесь удивляться ничему, я даже объясняла, как подшторник сделать, и они мне такие сложные конструкции там рассказывают, я говорю, да нет, вот так, вот так, вот так легенько, они, опа, это что такое, типа, у нас, говорю, делают так, ну, то есть, да, ребята все делают качественно, ну, Россия есть Россия, тут уже не поспоришь, как-то вот тяп-ляп такого, да, не прокатит, уже, да, реально они подходят делу, прям вот основательно. Ну, это тоже рекомендательный бизнес, да, сделаешь плохо, кому-то не понравится, просто не будут рекомендовать. Да, поэтому здесь тоже, там, какие-то термины тоже, какие-то, говоришь, там, левкаса, что это такое, там, галтель, а что это такое, то есть, это потолочный плинтус, это вот, штукатурка, ну, немножко, конечно, вот, есть такие нюансы, ну, все это тоже приятно, понимаю, что ребята грамотные, да, все понимают, правильно делают, и вот то, что эти конструкции свои предлагают, все понимают, что они мощные, качественные, там, все это, ну, вот, в общем-то, качество на первом месте идет, и мы очень рады, что вот ремонт у нас будет сделан и качественно. Это очень хорошо, не по-узбекски. Наталья, спасибо большое. Спасибо. Друзья, как видите, ничего страшного нет, обращайтесь, да, подберем, кстати, контакты специалистов, кто работал с Натальей, будут под этим видео, пожалуйста, если вы хотите, чтобы именно эти специалисты занимались решением вашего квартирного вопроса, их контакты будут под этим видео. Обращайтесь, пишите, звоните. Приезжайте, ждем, ждем, нас тут будет, уже нас тут много, а будет еще больше, так что приезжайте. Все, друзья, до свидания. До свидания, пока. До свидания. И на канал обязательно подписывайтесь. Продолжение следует...